Если в течение сразу он отправляет, сразу копиями, то он, соответственно, и получает ответы в соответствии от каждого или часть из них пересылает. Это чисто технический вопрос, но в законе он написан. Что важно здесь? Семь дней. В течение семи дней. То есть на все дается только семь дней. Как мы это выясняем? А мы смотрим по входящим и исходящим. Копия обращений в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующий ворот. Обратите внимание. Семи дней – это значит календарные дни. Только в случае, если все семьи упали радостно на праздники, то сдвигается. Или часть упала на праздники. Ну, в соответствии с требованиями гражданского праздника. Пункт 6, часть 6 очень важна вот этого самого статьи 8. Запрещается, совершенно не выполняется, запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоправления, должностному лицу, решение или действие бездействие которых обжалуется. Это ведущий принцип. Он совершенно не исполняется. Очень часто. Но он не исполняется, потому что мы сами не пытаемся им наказать за это. Очень этим страдает именно исполнительная власть. То есть, мы здесь есть только способы гражданского давления. Кроме жалоб, естественно, обработки этих жалоб направления коллективных обращений. То есть, вот в способы гражданской самозащиты прав мы этот случай разберем. Ну, обязательность принятия обращения к рассмотрению. Это вы знаете, что это значит, как, что обязаны они обеспечить объективное всестороннее своевременное рассмотрение. Это все понятно. Значит, отдельное обращение без почтового адреса, значит, тоже есть подробности. Сроки рассмотрения. Статья 12, страница 6. Это камень преднамения и основа для дураковаряния наших пророчек организаций. Просто прелесть. Что написано в статье 12? Письменное обращение, поступившее в государственную органу, в обязательном строении должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Значит, ну, там можно продлить срок еще на треть дней. Они на это ссылаются. Что я вам могу сказать? Значит, у нас, помните, я вам говорил, что такое федеральный, что такое кодекс? Это специализированная совокупность закона, именно это кодекс. Это сборник закона, являющийся, имеющий большую юридическую силу, чем федеральный закон и гражданский кодекс. В наших правоотношениях, в жилищном, в жилищном кодексе строго сказано, что товарищам даются сколько? Три дня. Что, если вопрос очень сложный, они в течение трех дней пишут, что вопрос сложный, отправляют нам, и имеют 20 дней. Все. Потому что они не архиереи, по коврам не ходят, они никто, они обслуживающий персонал, и они полностью подчиняются предписаниям жилищного кодекса. Так что этот их хамский ответ рассчитан на и ваше незнание. И против этого есть прекрасные методы борьбы. Статья 13. Личный прием граждан. Обратите внимание, личный прием граждан в государственных органах, проводится их руководителями и уполномочными лицами. Да? Все. То есть, каждый министр Московской области обязан вести личный прием. Или уполномочить на это зама, кого-то, и при этом полномочия его должны быть, вообще говоря, министерских. Потому что если он не принимает решение, этот уполномоченный, то он письмоносец. И вот сейчас в этом очень большое количество нарушений. Потому что, я же говорю, это крайне пуганных медных львов в нашу область, прибывших сюда из-за Байкалия, у которых закон был Сайкак. И они не его, не испортили нам вообще жизнь в этой области. И не только они, и жители сами области. Вот им можно дурака валять. Они пишут, у них начальники в мастере вообще не ведут приема. Это что такое? Это наше упущение. Закон требует, чтобы они ввели прием. Другое дело, там, раз в месяц. Я понимаю, люди занятые, допустим. Я думаю, у них корона в голову не упала два раза в месяц. Особенно в области ЖКХ. А начальнички, чтобы раз в неделю. А вот эти, которые за наши деньги себе, якобы, нас обслуживают, вообще каждый день и после 17 часов. Ну вот, пожалуйста. Содержание устного обращения носит в карточку личного приема. Ну, вы должны были написать жалобу, обратиться в МВД на полное рушение ваше право на информацию. Написать, что уклонилось. То есть скрывает, вообще наличие обращений и содержание их. Вот, пожалуйста, здесь есть фактический ответ на вопрос, если нет личной карточки, если она отказывается. Здесь написано, государственный опыт. Жилища, какой государственный опыт? Конечно, государственное бюджетное учреждение. А если оно частное, то тоже оно не будет писать, да? Такое интересное кино. Там есть регламенты, которые уголномачивали. Кроме того, если посмотреть, извините, постановление номер 2 2009 года Верховного суда, там дана вот такая расшифровка, где все эти деятели туда вползают. Значит, сильно много для этих лакеев еще ссылаться на Верховный суд и прочее. Его нанимают, чтобы он работал и учитывал и исправлял грехи собственной работы. Для этого маломальский, грамотный, который пишет без ошибок, руководитель составляет себе личные карточки. Недоделок, жалоб, для этого не надо быть госслужащим, муниципальным служащим. Это признак того, что он не знает основ управления. Иначе как он определяет, где у него слабые места? Как он планы работ составляет? Что такое план работы? Это расширка узких мест. Вы что думаете? Все управленцы мира это знают. Что такое прогноз? Это указание на будущие узкие места. Что такое план? Это перечень узких мест и расширка их в соответствии с деньгами и пожеланиями, идеями, концепциями. Все. Как можно составить грамотный план о содержании фонда, если ты узкие места не знаешь в этом фонде? Первые, которые первые прорвут. Что это за управление? Это пусть непригодна. Человек, который так отвечает, вот я как человек, который занимался управлением профессионально, могу вам сказать, что такой человек подержит увольнение. По крайней мере, подержит в должности. И на курсы, и за ее счет. Потому что если она этой должности достигла и не знает таких элементарных вещей, то спрашивается, какие взятки и кому она платит, как она там оказалась. Значит, надо на переаттестацию. Личный прием граждан, который радостно не выполняется. Но есть здесь часть четвертая, это статья тринадцатая. Ну, шестая страница. Обратите внимание. Письменное обращение. Принятое в ходе личного приема. Подержит регистрации. Рассмотрите в порядке, установленный настоящий взаимозакон. Это сильнейший прием в борьбе с заносчивым, значит, капиталом. С заносчивым представителем наших управляций. Это вы приходите, жалуетесь, он вам объясняет, что он может, не может, все замечательно. А потом вы ему радостно говорите, а вот заявление. Зарегистрируйте, пожалуй, мы же с вами уже вопрос решили. Он говорит, а что вы, пошелся, зарегистрируйте, я хочу получить ответ. И все, сразу тягивает животик и понимает, что они не на того напоролись. Это такой приемчик. Он целиком плоско, снова на законе. Очень дисциплинирует. Потому что потом, если вы этого и сделаете, они говорят, мы с вами встречались. Я неоднократно с вами говорил. Ничего не знаю. Николай, я понял. Письменный ответ. Таким образом. Ну, и статья 16-я, там, как ты не про то, ты сказала. Патруль за соблюдением, порядка осмотрения. Это последняя издательная. Вот у нас статья 16-я, государственная, 14-я, что я говорю. Ну да. Контроль за соблюдением. Государственные органы, органы местностного проекта должностных лица осуществляют пределы своей компетенции, контроль за соблюдением порядка осмотрения обращений. Анализируют. Вот как они будут анализировать должностное лицо, это ваша тетка, если у нее нет личной карточек. Она у нас цезарь, понимаете, она все помнит. Каждого легионера своего, от Галии до Египта. Что делает в этом мире, я не понимаю. Правда пирамиды. Итак, анализируют, значит, для этого контроль за соблюдением порядка. Это чистое развитие этой фразы у нас есть в статье 165-й Жилищного кодекса Российской Федерации. Где органы местного самоуправления расписано, каким образом и в какие сроки они должны что делать? По нашим жалобам ничего нет. Проверять работу управляющих и их организаций. Так что напишите, что здесь есть ссылка, отсылка. По счастью, вот она сделана. Статья 14-й Жилища, да? Да, это 14-й Жилища. Вот. Ну вот насчет ответственности за нарушение федерального виновного несут ответственность. Но она у нас традиционно не расписана. Однако я думаю, что мы имеем в арсенале такой на практике наработанный. Это обычно. Те жалобы и рано или поздно окончаются увольнением или хотя бы перемещением с мест. Вот. Ну, плохо работает. Вот он с 2006 года этот закон. И до настоящего момента за 7 лет ничего не расписано в подробности этой статьи, то есть не переведено в подзаконы актов. Вот у нас на этом мы заканчиваем изучение актов, протоколов и прочего. И у нас будет обязательно игра. Мы с вами в это будем играть. Но когда, сейчас я не могу сказать, потому что у нас из-за того, что Игорь Петрович вовремя из-за высокой санкции не мог подготовить некто по тарифу, то вот я заместила актами и мы возвращаемся к тарифам.